Ну что, ребят, всем здорова! Да, сразу прошу прощения за всратый голос, но так вышло, что я слегка приболел. Сегодня расскажу вам, что там с развитием персонажа, и также я немножко накопил интересных кейсов по поводу того, что происходит у наших варов. Почему оттуда в последнее время вышло довольно много работяг, по каким причинам ребята ливают, что творится в их руководстве, и как так вышло, что они все откровеннее объединяются с кланом Мэтт Про с первой Евы. Максимально качественно стартануть можно по моей ссылке в описании, и также если ты хочешь ворваться к нам в альянс, то чекни закрепленное сообщение в телеграм-канале. Мир Линейдж 2 Эссенс ждут большие изменения! Высшие эльфы в деле! Новая раса готова покорить Эль Мараден и твое сердечко! Сразу два новых класса! Надежный танк Божественный Хромовник и Повелитель Стихии, меняющий сферы сил природы, как перчатки! Дальше! Больше! Успей подготовиться! Играй в Линейдж 2 Эссенс на Фогейме! Лето у нас это обычно довольно застойный период, поэтому не то чтобы действительно очень много каких-то прям больших событий, но что-то повседневное у нас все-таки идет, и давайте пройдемся по тому, что есть. Первый пункт это у нас, конечно, серверные стычки с варами, и вообще сложно сказать, какой процент рейбоссов кто забирает. В какие-то дни мы больше собираем людей, в какие-то меньше, и соответственно от этого все и в первую очередь зависит. В праймовое время мы, как правило, имеем там чуть побольше шансов, ночное тоже, но днем нам потруднее собираться. Иногда нужно провести немного ПВП, чтобы сократить урон по боссу со стороны варов, иногда справляемся без этого, за пару недель удалось выбить несколько эпиков и заточку на них, также золотую карточку на куклу и несколько книжек. Соответственно, казна альянса пополнилась, и можно будет даже себе несколько сотен миллионов адены оттуда забрать. Далее у нас второй пункт видео, ведь также враги у нас есть и на межсервере, и почему-то наши соперники вообще никак с ними не хотят ни за что вообще бороться. И на самом деле зря, ведь Мэтт Про по своей сути не то чтобы непобедимый, их вполне можно время от времени отправлять в город. Со стороны выглядит это довольно забавно, ведь в итоге они начинают неслабо так психовать, выражая досаду через школьные выкрики в белый чат. Плюсом к этому они еще и в ПК наших ребят нередко сливают, и это, кстати, иногда им выходит сильно прям боком, ведь таких ПКшных персонажей очень легко перебить просто по ассисту и затем заняться всеми остальными. Остается только фантазировать на тему того, что там творится у них в говорилке в этот момент, ведь одно дело уступить работягам босса, на котором они могут просто собраться большим количеством, и совсем другая история, когда ты на персонажа за условный миллион рублей подышать нескольких наших ребят, которые кроме пропуска особо себе ничего и не покупали. Остается пожелать Мэтт Про какого-то умиротворения и душевной гармонии, и давайте переходить к бусту моего ДК. Начнем, пожалуй, с того, что я апнул свою стихию воды аж на пятый уровень, в котором я теперь вообще много очень урона идет по мобам, и, соответственно, в ПВП, опять же, у меня от этой стихии защиты будет, конечно, побольше. На тему стихии, кстати, думал ролик сделать с ПТС сервера, но он в данный момент, к сожалению, закрыт. Пиши комментарий, если хотелось бы чекнуть, какую прибавку к урону получит персонаж в зависимости от количества звезд и распределения очков прокачки. Естественно, собираем немного аден из твинов, и пора бы уже наконец-то скрафтить тот самый злополучный талисман Баюма. В итоге ушло на него порядка 500 миллионов адены, и это, кстати, далеко не худший результат. Точить на три я пока что не буду, ведь заточки тоже очень дорогие, и подождем, пока появится какая-то лишняя адена на это дело. Ивент с Арбузоби у нас наконец-то заканчивается. Под конец его я вытаскиваю за 20 минут рекордное количество опыта. В целом, ходить на этот ивент лично мне было не очень комфортно, но цифры опыта неплохие, так что ждем еще каких-нибудь подобных нововведений. Также приятно радует в плане опыта башня Илюмарадена, и если поднапрячься, то можно вытащить вполне себе приятные цифры. Еще мы недавно закрыли 24-ю арену в нашем топ-клане, для этого потребовалось просто всем перейти в один так и забить босса. В награду получаем топовые клановые скиллы, и про свой клан, кстати, тоже не забываем. Между делом еще проводим PvP с пикником, и как видно мой ДК в общем-то ему уступает, ведь особого развития в сторону PvP я не делал. Совсем скоро будет обновление, и духи станут значительно слабее, а значит можно будет просто подождать. Еще удается неплохо отходить Олимп и забрать награду за 5 побед, но ничего интересного я оттуда так и не получил. Из основного ивента вытаскиваем небольшой набор плащей, и даже удается сделать трай на 8, но опять же безуспешно. Хорошо, что во всяком случае тут можно набрать немного расходки для твинов. Также из календаря подарков тащим Тарисмана Евы, и один заходит на плюс 5. В принципе, ну, могло бы это, наверное, быть и получше, но в любом случае он не помешает. Из боевого пропуска тащим финальную награду, и заветным камнем оказывается Лунный, который является самым бесполезным из всего, что только можно было получить. Но в обновлении можно будет поменять его на купоны камней, так что в целом пофиг. Следом также забираем финальную награду календаря подарков, где у нас купон на скилл 2 звезды, и я решаю откинуть его вот в это вот развитие жизни. Сейчас скилл дает всего лишь там порядка 600 хп, но на финальном уровне прибавка будет уже куда как приятнее. Теперь, когда мы прошлись по конкретным событиям, давайте поделюсь с вами некоторыми инсайдами, которые удалось собрать за последнее время. Если вы прямо сейчас откроете прошлый ролик из Бигвара Евы, то среди варов, скорее всего, будет очень много никнеймов, которые сегодня там отсутствуют. Ребята типа Есенина, Джакса, Монингстара, Хирофеса Меты, да, там еще никнейм из семерок такой там был у кого-то, Трасти тоже, что-то пару дней уже не вижу. Многие мемберы просто поливали и ушли в футбовый контент. Но как так вышло, да, что довольно идейные бойцы вдруг решили для себя, что не хотят связываться с нашими варами? Я попробовал пообщаться с некоторыми из них, и, как выяснилось, у варов сейчас прям крайне много проблем, связанных с руководством и тем, как ребята, управляющие альянсом, видят игру. Первый пункт — это РМТ. Грубо говоря, многие КЛ и приближенные к ним игроки чуть ли не в открытую продают все, что становится их долей от клановых рейдов. А учитывая, что есть ощутимый разброс в плане того, кто сколько получает, то это становится действительно очень большой проблемой, ведь система распределения дропа предусматривает, что обычные мемберы получают значительно меньше, чем само руководство. Грубо говоря, очень часто все сводится к тому, что работяги потеют ради того, чтобы кто-то мог положить себе в карманы побольше рублей после очередной продажи. И вроде как, ну, наверное, можно было бы и не придираться к этому, да, все же это их личное дело, что делать с дропом. И опять же, люди, вступающие в альянс, они понимали, что их процент от выручки клана будет меньше, чем у остальных. Но в итоге это вываливается в то, что корп персонажей просто не бустятся. Первые места в ПЛП и ПВЕ рейтингах они давно уже уступили и продолжают дальше скатываться. И получается, как-то вот, ну, что перспектива-то, она не очень улыбается на самом деле. В какой-то момент ребята просто окончательно потеряют преимущество в ПВП и, скорее всего, сами об этом знают, из-за чего и стремятся вытащить побольше рублей, попутно делая хорошую мину при плохой игре и стараясь привлечь побольше работяг, за счет которых и будут все это делать. Также я получил инфу о том, что на фоне такой атмосферы ребята не особо-то тянутся друг к другу помогать на спотах. Говорят, бывает, что союзник стоит прям рядом и полминуты назад его еще было слышно в ТС, но вот сейчас он якобы АФК, а ты дерешься там один в два или один в три против ребят из Альянса Зари. Также интересная штука в том, что для АФК убийств наших персонажей выделяются деньги из казны клана. Работает это таким образом, что продается Адена за рубли, далее на эти рубли покупается твиночек и этим твиночком кто-то ходит нас убивать по спотам, ведь ПК-шить основой довольно дорого. В итоге это выливается в то, что наши ребята в ответ на такие убийства рандомными персонажами идут убивать варовских игроков. И естественно под удар в первую очередь попадают именно обычные вражеские работяги, так как кор персонажи либо целый день стоят на респах боссов и не качаются, либо куда-то шкерятся. Но самый интересный прикол в том, что, как я уже говорил, на это уходит часть их казны, но вот допустим моего персонажа за последние три дня, ну такие твиночки убили всего там пару раз, при том, что я стою буквально всегда в одном и том же месте в башне Крумы. Соответственно, опять же, закрадывается подозрение, неужели кто-то ворует те деньги, которые на это выделяются? Да и в целом АФК убийства, это неэтично, как по мне, и сильно бьет по игрокам обеих сторон. Но, опять же, начали эти убийства именно наши вары, и именно с подачи их руководства сейчас все это происходит. Конечно, самому руководству очень удобно просто вообще не качаться и стоять на респе боссов, и тебе как бы в целом окей, потому что от игры, кроме рублей, ничего не нужно. Но, насколько я понял, такая позиция далеко не всем там в этом альянсе варовском близка. Ну и, конечно же, на фоне такого тотального стремления получить побольше рублей, вары, наконец-то, совсем уже не скрывают, что сотрудничают с Мэтт Про, которые играют на первой Еве. У корчаров этих кланов очень плотно пересекаются драйвера, и, конечно же, им вообще не с руки воевать просто самим с собой. Вполне возможно, были замесы на спотах между рядовыми мемберами, но реально соперничать, допустим, за боссов в садах то или в луа, наши вары с Мэтт Про не стали даже в те моменты, когда полностью фрифармили вторую Еву. Игре уже четвертый месяц, и лично я помню, ну там максимум два вечера, где они как-то вяленько попадались в садах и тут же вышли. А буквально вот вчера кор персонажи варов и Мэтт Про вообще никого не стесняясь зашли в луа, прокинули друг другу цц, и зафармили чудовища. При том, что своим работягам руководство варов продолжает заливать, будто они просто нас там ну оттуда прогнали, да. То есть нас они прогнали, чтобы мы не фармили чудика, а Мэтт Про почему-то они решили уже не прогонять, да. Ну, а смысл, да, у самих себя чего-то забирать. И при этом они еще притворяются, типа с Мэтт Про у них вообще никаких нет общих дел, но вот вам просто скрин. Обратите внимание на чат. Можно было бы предположить, что они как-то там просто рофлят, шутят, прикалываются, но если что, ЦЦ собирается в чате Альянса. В белый чат такое никогда не кидается. Такое может произойти только если тот, кто вас должен принять, в Альянсе не состоит. Ну и соответственно, они друг у друга в Альянсе не состоят, и поэтому должны в белом чатике вот это вот друг другу кидать. Ну и на фоне повального РНТ руководства варов можете сами представить, на каких условиях такая вот услуга была Мэтт Про оказана. Но самое интересное, что от своих ребят этот факт еще как-то пытались скрыть. Уже сейчас, на самом деле, предвижу в комментариях всяких недовольных, там да, кто-то, кто хочет опровергнуть мою инфу, там те, кто там не хочет в это верить, может быть даже скажу, что я там что-то придумал, но просто сделайте точно так же, попробуйте найти бывших членов варов и спросить у них. Вся инфа взята четко от этих людей, от первого до последнего слова. К чему все это приведет, если не вмешиваться? Ну, Мэтт Про просто будут забирать топовых боссов межсервера, которые обитают там в Тое, замке льда, от стакани, луа и так далее. Такие боссы куда как профитнее серверных и могут увеличить фарм клана до Х2 или даже до Х3 от обычного режима, в котором они фрифармят первую елу. Таким образом, они просто будут доминировать и устроят тотальное болото. Остальным придется разрешение у них спрашивать, чтобы там в каком-нибудь сраном отстакане на споте постоять. Очевидно, для дошиков в верхушке наших варов это совсем не страшно, ведь они уже к тому времени давно уйдут с серверов на фоне отсутствия актуальной экипировки у большинства Корчар. Так и есть ли смысл тогда потеть их работягам в данный момент? Ну, я хз. Я понимаю, что там в составе довольно много крутых, прикольных ребят, которыми сейчас просто пользуются и надеюсь, в сегодняшнем видео я во всяком случае дал еще немного поводов задавать неудобные вопросы руководству. Ну и на этом у нас сегодня все. Огромное спасибо за просмотр. Совсем скоро увидимся в новых роликах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok